Видеоролик создан специально для сайта fb.ru Оказывается, не все знают, что существует такой праздник, как Дорофеев день. Отмечают его 18 июня, и есть свои обычаи, традиции и приметы в этот день. Да и название этого православного праздника не случайно. Известно, что 18 июня в церкви почитают память святого Дорофея, который проживал в 3-4 веках. Он служил епископом в финикийском городе Тири. Но когда император Диоклетиан стал негативно относиться к крестьянам, то Дорофей подвергся гонениям и был вынужден скрываться от сторонников языческой веры. И в город Тир он смог вернуться лишь только тогда, когда императором стал Константин, который лояльно относился к крестьянам, и именно он создал Маланский Эдикт. Поэтому вскоре на территории Римской империи была провозглашена религиозная терпимость. В течение 50 лет Дорофей успешно управлял своей епархией, но и смерть его тоже стала мученической, а не от старости. Так произошло, что новый император Юлиан не был терпим к крестьянам, поэтому вскоре начались их преследования. Дорофей не отказался от своей веры, принято считать святого Дорофея и автором синопсиса, в котором собраны повествования о жизни апостолов и пророков. В народе считали, что именно на этот праздник обычно всегда самые короткие ночи. Они получили название «Воробьиных». В эту ночь нечистая сила начала свои гуляния, поэтому все небо в это время озарялось грозами. Сны, которые видели в ту ночь, считались вещами, так как именно в это время расцветала сон трава. Если снился молодой человек или девушка, то считалось, что это к счастью. А если во сне приходила старуха, то это сновидение было обычно к беде. Сон трава цветет только ночью, поэтому для ее сбора нужно проводить специальные обряды и знать некоторые заговоры. Так, чтобы узнать, насколько хороша трава, ее предварительно нужно было опустить в период полнолуния в ключевую воду. Считалось, что если она зашевелится, то и с надобью будет качественными. Сон траву часто использовали для различных обрядов, так как нечистая сила ее боится. Чтобы избежать встреч с бесами, просто нужно всегда носить с собой эту траву. Держали ее и в доме, так как это считалось к добру. Всегда на Руси верили в приметы. Так, если на Дорофеев день была хорошая погода, то это к отличному урожаю зерна. Есть приметы, связанные и с огурцами. Я тоже в них верю, поэтому обязательно проверяю в этот день огуречные грядки. И если на них много пустоцветов, то провожу специальный обряд. На грядку, где уже были посажены огурцы, бросаю тапочек. В результате у меня всегда прекрасный урожай. Считается, что если в этот день с утра выполоть все сорняки, то они больше не появятся. Если в этот день будет восточный ветер, то лето будет дождливым. А что делаешь ты в Дорофеев день? Делись своим ответом в комментариях. Подписывайся на канал и ставь лайк под этим видео. Видеоролик создан специально для сайта fb.ru